МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Престольный праздник. Елисаветинский храм отметил День памяти святой преподобно-мученицы. Дай Бог, чтобы и продолжалось это дальше у нас. Какие цветы преподнесли покровительницы? А также подготовка к школе, медианная зарплата и рабочие будни. Расширен список профессий, на которые могут привлекаться иностранцы. Какие специальности в перечне? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел встречу с судьями Конституционного суда. На повестке дня актуальные вопросы судопроизводства. Глава государства подчеркнул, все заложенные принципы и нормы должны работать на практике. В вопросах реализации положений основного закона необходимо занимать лидерскую позицию. Президент рассказал о введенном в стране институте конституционной жалобы. Что важно, теперь белорусы получили возможность непосредственно личного обращения, а не только через уполномоченные госорганы. На сегодняшний день действующими являются 175 тысяч актов. Катастрофа. Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Да, многие повторяются нормы из одного нормативно-правового акта в другой. В акты вносятся множественные корректировки. Я очень часто, вот и сегодня, требую, чтобы, если мы вносим корректировки какие-то существенные, ну, надо излагать этот нормативно-правовой акт заново с учетом новых изменений, чтобы легче было работать. Я помню, что в те далекие времена у меня хорошие были отношения с председателем районного суда, и я к нему приходил, у него на полке стояли законы, подзаконные акты и все. И я часто брал эту книжку и с него смеялся. А у него там закладки, куча закладок этих было. Я говорю, слушай, а что это у тебя? А это вот изменения, мы там смотрим. Думаю, боже мой, это же как работать этому человеку, который принимает принципиальные решения. Поэтому я попросил, чтобы администрация президента организовала, Ольга, на процесс собрать надо специалистов, как когда там ревизию проводили некоторых законов там и так далее, подключить Конституционный суд. Нам надо это все переворошить. Нам надо убрать все лишнее. Нам надо оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране. Все должно быть понятно, доступно. Я уверен, что мы наполовину этих книжек и прочих актов сократим. Александр Лукашенко отметил, ни одна страна не сделала на деле так много, как наша, для обеспечения независимости судов. Мы должны быть как никогда едины для того, чтобы выстоять и сохранить свое государство. По ночам идет игра и расходятся с утра. В областном центре постоянный клиент игорного клуба украл крупную сумму у заведения. Причастность подозреваемого помогли установить судебные эксперты. По словам сотрудников клуба, 42-летний местный житель – частый гость. В ночь происшествия мужчина сначала выиграл крупную сумму, а затем, не справившись с азартом, проиграл вырученное в автомате. Желая вернуть утраченное, он дождался, пока официант отлучится, перелез через барную стойку к кассе и забрал 24 тысячи рублей. Прибыв по вызову, следственно-оперативная группа просмотрела записи камеры видеонаблюдения и зафиксировала момент кражи. В ходе осмотра места происшествия эксперт выявил на барной стойке и изъял след руки. При его проверке под эктилоскопическому учету установлено, что след оставлен 42-летним подозреваемым. Злоумышленник задержан. В отношении него СК возбудил уголовное дело по статье «Кража». Новый документ, вопросы трудоустройства и скачок стоимости. В Беларуси резко выросли цены на картофель. Когда подешевеет второй хлеб? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белстат подсчитал медианную зарплату белорусов, сумму больше и меньше которой в стране получают одинаковое количество человек. За май показатель дошел до отметки в 1688 рублей. За год она выросла на 20,5%, а самая высокая оказалась у горнодобывающей промышленности, работников информации и связи воздушного транспорта. Подготовка детей к школе стартовала в республике. В преддверии нового учебного года материальную помощь традиционно получат многодетные. Семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, а также малообеспеченные. Размер – 30% бюджета прожиточного минимума. Выплаты предусмотрены на каждого ребенка. Расширен список профессий, на которые могут привлекаться иностранцы в Беларуси. В него включили 18 новых специальностей. Большинство из них связаны с кожевенным делом. Аппаратчик дубления, красильщик кож, обрезчик материалов. Всего перечень насчитывает 38 позиций рабочего профиля и 15 должностей служащих. В Беларуси появится документ, подтверждающий отсутствие препятствий для заключения брака за пределами страны. Новация стала одним из изменений в Кодексе о браке и семье. Сейчас вместо него справка, которая выдается органам ЗАГСа. Изменения вступят в силу с 2025-го. В Беларуси резко выросли цены на картофель за месяц на 9,4%. В Минэкономике пояснили, в этот период происходит смена ассортимента. Старые зимние корнеплоды уходят, появляются новые. Также подчеркнули, стоимость потихоньку снижается. Прилавки начали пополняться продукции от отечественных фермеров. Вперед за знаниями! Совсем скоро городские колледжи распахнут двери для новых абитуриентов. Сегодня в Бобруйске 11 учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Выбор специальности включает как технические, медицинские и художественные, так и педагогические направления. В большинстве СУЗов и ПТУЗов прием документов начинается с 20 июля. В некоторых набор уже идет. На данный момент осуществляется прием документов на уровне профессионально-технического образования. Приемная компания начала работать 15 июня и продолжает работать до 23 августа включительно. Контрольные цифры Бобруйских колледжей предусматривают свыше 1350 мест. Большинство бюджетные, меньшая часть заплатными и целевыми. Со временем появляются новые специальности. Меняются условия поступления на уже существующие. Обращаю внимание абитуриентов и их родителей, что в этом году мы набираем будущих медицинских сестер на основе общего базового образования 50 человек. Из них на условиях целевой подготовки 25. Для поступления необходим перечень документов. Паспорт, свидетельство об образовании, справка о состоянии здоровья с уточнением о годности обучения по выбранной специальности, подтверждение на получение льгот, 6 фотографий и 2 конверта. Подробнее с цифрами и сроками можно ознакомиться на официальных сайтах. Лето – ура! Каждый по-своему представляет идеальный отдых. Одни предпочитают поездки на море, другие – велосипедные прогулки, пикники в лесу. Белорусы привыкли планировать свой уикенд. Статистика уверяет – предпочтения самые разные. Елизавета Житкова разбиралась в нюансах. На первом месте времяпрепровождения белорусов – релакс на природе, как возможность отдохнуть и восстановить силы. В топе рыбалка, охота, сбор грибов, ягод. Особое место в сердцах – дачный курорт. Для тех, кто не готов сидеть на месте – всегда пожалуйста. Экскурсии по историко-культурному наследию города, страны или мира. Путешествуем с семьей Щеповичи, Чигиринка, водохранилища разные. Ну, на все выходные, в пятницу едем, скажем, 7 лет назад. Ездим каждое лето с палатками на дня 3-4. Ездим на Чигиринку, ездим на Щеповичевский. По-моему, отдых с родителями – это путешествие по Беларуси, достопримечательностям городов. Идеальное лето – это дома у мамы. Вот мы и проводим, приехали из России, отдыхаем здесь, наслаждаемся городом Бобруйском, гуляем. Все очень атмосферно, красиво. В жаркий период горожане буквально сметают с прилавков все сезонные аксессуары. Мечи, бадбентон, настолки. Атрибутов для отдыха на природе в изобилии. Любой ритейл к сезону выставляет все необходимое для безопасного и качественного релакса. В пляжный сезон у нас очень хорошо покупают лежаки пластиковые и зонты. Также имеются к ним подставки. Все это покупается. Имеются и гамаки, и садовые, и подставки для гамаков. Важно организовать все так, чтобы не набрать лишнего. В противном случае все придется тащить на себе или напротив, просчитаться и остаться голодными. А после вводных процедур, как известно, всегда приходит аппетит. Большой ассортимент товаров для выезда. Есть термопакеты, есть сумки-холодильники для того, чтобы можно было уложить еду, которая не портится в данный момент. Есть много товаров для пикника. Есть решетки, грили. Есть большой ассортимент товаров, одноразовые посуды. Меню в походе должно быть из продуктов, которые имеют небольшой объем и вес, чтобы было легко брать с собой на любую вылазку без боязни, что они испортятся. К тому же лучше брать то, что насытит организм полезными веществами и необходимыми белками, жирами, углеводами. Стандартный комплект – плов, уха, арбуз, шашлык. Пользуются спросом, конечно же, овощи, зелень, фрукты, арбузы, дыни, пертики, нектарины – сейчас сезонный товар. Мясные продукты, конечно, в дорогу лучше брать консервацию, тушенки, консервы. Идеальный отдых, в частности, для мужчин нельзя представить без рыбалки. Все-таки рыбная ловля – это в первую очередь поездка за город, вокруг леса, поля. Именно наедине с собой появляется возможность абстрагироваться от окружающих проблем и почувствовать течение жизни. Можно без суеты привести свои мысли в порядок. Если любители порыбачить на так называемую белую рыбу, то это всякого рода прикормки, лески, крючки. У любителей поохотиться на так называемую хищную рыбу. В топе будут воблеры, блесны, различные груза. Как бы прекрасно вы ни отдыхали, не стоит пренебрегать и безопасностью. Остро стоит проблема – отдых в алкогольном опьянении. Такая ситуация может повлечь за собой административную ответственность и негативные последствия. Сотрудники милиции посещают и запрещенные места для купания граждан. Купание в запрещенных мест, рек, озер или иных водоемов влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. В 2024 году в Могилевской области определено 61 место отдыха у водных объектов с организацией купания. На сегодняшний день в республике погибло почти 200 человек. Берут пример друг с друга, пытаются друг друга пародировать и, как мы видим, порой такие пародии, такое поведение заканчивается трагично. Поэтому именно с такой категорией детей, с подростками мы чаще стараемся видеть, проводить с ними мероприятия. Мировые исследования показали – 59% респондентов предпочитают расслабляющий вид отдыха. При этом активность посещения множества различных мест выбрали лишь 35% участников. Шесть из запрошенных не определились с предпочтениями. В целом у женщин и мужчин почти идентичные интересы. А самые актуальные локации – Дубай, Грузия, Турция, Абхазия. Елизавета Житкова, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Цветы для души. В Елисаветинском храме прошел престольный праздник, приуроченный ко Дню памяти святой преподобно-мученицы. При жизни Елисавета Федоровна была немецкой принцессой и великой княгиней по браку с Сергеем Романовым. Славилась духовно-просветительской деятельностью, помогала бедным и нуждающимся. Приняла мученическую смерть в 1918-м, в 1992-м прославлена РПЦ в лике святых. Бобруйский храм, ее честь, был основан в 2007-м и с тех пор занимается воспитанием детей на православных культурных традициях. Ежегодно 18 июля служители и прихожане славят свою покровительницу. Самое важное дело здесь совершается – воспитание детей, обучение, образование, воспитание, духовное посвящение. И, конечно, святая великая мученица Елизавета, которой посвящен здесь храм, радуется сегодня об этом. Ну и вот эта выставка прекрасная проходит ежегодно уже цветы для преподобно-мученицы Елизаветы. И женщины вообще любят цветы, поэтому она, я думаю, что сегодня тоже очень рада этому. Дай Бог, чтобы продолжалось это дальше у нас. Выставка-конкурс «Цветы для Елизаветы» проводится седьмой раз. На ней представлены 43 композиции. Все они адресованы великомученице, дополнены иллюстрациями из ее мирской жизни. Оценить работы может каждый желающий с 9 до 20 часов до 19 июля. Вход свободный. По завершению экспозиции будут объявлены победители в двух номинациях. И ухом не повел. Как то, что не убивает, делает Трампа сильнее? Как убийце получилось делать до 10 выстрелов? И почему телохранители экс-президента не видели киллера? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!